Для начала, что я хотел рассказать, это что же может делать современная система полива, потому что мы привыкли к чему, что мы можем просто поливать. На самом деле все гораздо интереснее. Вторую послезначимость это конечно же внесение питательных веществ для того, чтобы наше растение было живым, здоровым и так далее. Мы можем через систему туманнообразования, дождевания, мелкодисперсного дождевания немножечко кормить по лесу, а это тоже такой процесс интересный. В тех регионах, где летом очень сухо и очень высокая температура, кратковременными включениями системы дождевания мы можем уложнить приземный слой воздуха и тем самым наши растения будут развиваться и чувствовать себя лучше. Кроме того, кто использует системы капельного полива и столкнулся с теми, с проволочником, с медведкой, которые уже надоели, они травмируют ленточку там, трубочку и так далее, вы можете с помощью этой же самой системы с ними бороться. Ну и такое, оно немножечко конечно не для бетонников, это больше для тех, кто выращивает сады, есть такое, это еще противозаморозковое дождевание, когда мы можем сохранить цветок в живом состоянии при температуре до минус 3. Это тоже такой интересный эффект. Я уже как бы вкратце рассказал, в принципе, системы полива могут быть дождевание, мелкодисперстное дождевание, туманообразование, это диаметр капель от 100 микрон и аж ниже до 10, и соответственно капельный полив. Остальные затрагивания здесь не будут. Значит, здесь, на этом слайде я попытался собрать информацию о том, что же, скажем, наше видение, наши стратегии, ну здесь может быть это посчитают рекламу, но как мы считаем, как мы работаем по системам полива. Мы считаем, что в современных условиях, когда электричество дорожает, вода дорожает, удобрения тоже как бы не сильно дешевеют, надо их использовать по максимуму. То есть надо отказываться от того способа работы, ага, мы так польем на глаз, мы там внесем удовлетворение, там, не мере и так далее, и так далее. Надо работать более точно. Да, это потребует более высокой квалификации, это потребует какого-то дополнительного обучения, но на выходе при этой экономии мы можем получить значительно лучший результат. Значит, что еще хотелось бы, ну, значит, да, что это может быть по энергоэффективности? Значит, самое главное, наверное, ну это что? Это электричество. Электричество это насосная станция. Насосная станция с высоким КПД, это понятно. А вот использование частотных преобразователей с датчиками давления, это немножко, наверное, не для всех известная штука. Смысл в чем? У кого достаточно протяженные системы, да, ну, там, допустим, километр, может, метров 400, 500, это уже будет существенная помощь в электричестве. С помощью этих вещей можно сделать таким образом, что на конкретный участок будет приходить водичка с конкретным давлением. То есть у нас, допустим, последний участок требует там 10 атмосфер, а первый участок, который недалеко от насосной, требует то же самое давление, но потери по длине они тоже иногда бывают существенны. Мы можем на первый участок дать меньше давления и при этом сэкономить электричество. То же самое, значит, касается по потреблению водички. В чем это выражается? К сожалению, в практической работе, как в сельском хозяйстве, как с питомниками, с фермерами, очень редко народ использует влагомеры. Суть-то в том, что любой полив, это, собственно говоря, поддержание нормального, достаточного уровня увлажнения, там, 75-85%, так? И нам не надо там переливать, нам надо просто стабильно это держать. Помните об этом. И имея вот эти вот датчики, ну, скажем так, там, тензиометры и так далее, мы можем экономить, мы не переливаем. И мы в то же самое время сразу видим, если в почве воды не хватает, нам нужно полить. И мы уже, в принципе, можем знать сколько. Ну, опять же, это если там считать и так далее. Так, по разумному использованию удобрения. Здесь речь идет о том, что, во-первых, мы можем давать столько удобрений, сколько растений в состоянии употребить. Сравню это несколько, может быть, отличенный такой пример. Все мы, допустим, любим пить чай. Кто-то любит с одной ложечкой сахара, кто-то две, кто-то три. Но вряд ли кто-то из здесь присутствующих любит их пить, если это будет 10 ложек сахара. То же самое и с удобрением. Мы применяем PH-EC-мониторы, которые будут показывать свой содержание. То есть мы уже видим, что для растения, да, мы видим, до этого порога, до этого предела все хорошо, замечательно. Дальше, да, мы удобрение даем, но оно не будет усваиваться растению. То же самое и, допустим, по PH, по кислотности. Вы же знаете прекрасно, что, я уже не стал приводить эту таблицу, в зависимости от уровня PH, растения впитывают, усваивают вещества по-разному. Опять же, играя с этим PH-ом, мы можем эффективно их вносить. Так, насчет максимальной автоматизации систем полива, я думаю, тут никто возражать не будет. Понятное дело, что, к сожалению, она не дешевеет в последнее время. Но это, я думаю, что вынужденный шаг, хотя бы потому, что иногда уже держать большое количество людей, ну, наверное, уже на кладу. А применяя автоматику, кроме того, мы уходим от человеческого фактора. Кого-то там день рождения был, свадьба и так далее. А при применении автоматики мы знаем четко, что все у нас хорошо. Значит, поддержание системы полива в высокой степени надежности. Здесь идет речь о том, что нужно вводить некий график обслуживания системы, чтобы не было такой истории, когда в самом жару у нас сгорел насос, у нас порвало трубу, у нас забитый дождеватель и так далее. Нет, так не должно быть. Все мы ездим на хороших машинах и знаем, что если ее не обслужить, то вряд ли она просто будет хорошо служить. То же самое отношение надо перенести на систему полива. Будете ее обслуживать, она будет вам благодарна, соответственно, растения будут тоже вам благодарны. Значит, то, что я уже кратко упоминал, тенденция такая, что надо повышать уровень квалификации людей. Лучше, пусть это будет 5 человек высококвалифицированных, чем 10 человек разгильдяем. Потому что зарплата платится, ну я не хочу сказать, что одинаковая, но, наверное, для 10 человек она будет больше. А 5 человек, они всегда нормальных квалифицированных людей вам давать нормальную работу этой системы. Едем дальше. Значит, теперь самое интересное. Ну, будем говорить так, порядок организации, ну здесь я расписал порядок организации. И самый первый пункт это выбор места. Выбор места я бы сравнил, наверное, по выбор места для питомника, для сада и так далее, для системы полива, где будет расположено. Не менее важное событие, чем для некоторых выйти замуж или жениться. Почему? Потому что вы делаете вложения надолго, и вам надо сразу же продумать, как их минимизировать, какие мы можем из этого извлечь пользу и так далее, и так далее. Почему я говорю об этом? Потому что нередко бывает такая ситуация, я надеюсь, она будет чаще и чаще, все реже и реже будет, точнее, да? Когда, да, вот у меня есть разрешение на какой-то там участок земли, все, я приехал туда, не знаю, какое там качество почвы, есть ли там доступная вода, какого качества. А потом начинаются муки, ой, мне ж надо что-то с землей делать, ну, я про землю здесь ничего не буду говорить. Мне ж надо как-то выдумать, где ж мне воду взять, причем воду не соленую, которая, как правило, идет верховодка со скважины, а нормального качества. А для того, чтобы ее улучшать, это все деньги. Вот, поэтому, ну, будем говорить, новый тренд для, наверное, всего-всего-всего, это сейчас надо все считать. Вот, поэтому, заранее, если кто-то будет себе продумывать, ну, думать, строить какую-то глобальную систему, подумайте. Лучше всего обратиться, конечно, к специалистам. Не те, которые, ну, вчера там закончили институт, позавчера прочитали в интернете, как это все дело делать, а к специалистам, которые дадут вам, ну, скажем, и консультацию, и гарантию того, что вы правильно это дело сделали. Значит, после того, как вы выбрали место под вашу систему, естественно, надо продумать техническое задание. Вообще-то, оно должно делаться на основе проекта, ну, если, допустим, в частности говорить, это питомники. То есть, где уже просчитаны, где какие поля будут, какой площади, какая там влагопотребление и так далее, и так далее, и так далее. Вот, после этого делается проект обязательно. Почему? Очень часто сталкиваемся с той ситуацией, когда, а вот сделайте его так. А послезавтра у него что-то передумалось, и в конце концов начали с одного, закончили со всем другим. Имея проект, мы уже заранее можем просчитать, какие диаметры трубопроводов сразу же нам нужны будут, на перспективу, если будет какая-то перспектива. Какая насосная станция, какая автоматика, и так далее, и так далее. То есть, вы заранее, вот как, допустим, въехали в дом, вы сразу там сделали, ну, что там, какие-то коммуникации, провод, потом уже дальше наращивание. Здесь то же самое, это техническое задание, обязательный процесс, он вам просто-напросто экономит деньги. Значит, что еще хотел сказать по проектированию. И потому, почему не надо обращаться тем, кто, ну, скажем, не сильно с этим знаком. Буквально, пример этого года, один из питомников обратился к нам, «Ребят, вот мы посчитали проект, просчитайте вы». Значит, у них по стоимости трубопровода, то, что они планировали, это было примерно 200 тысяч. Вот мы только прооптимизировали, ну, мы использовали там специальную программу, вот это, только прооптимизировали трубопроводы, причем параметры, имеется в виду, там, потери давления и так далее, мы им сэкономили, ну, то есть, мы так дальше не пошли, но мы только на этом, на 60 тысяч, мы сделали проект меньше. Вот, поэтому, ну, как вы имеете это в виду. Вынос на туру, ну, желательно делать, понятно, не рулетками, не, как их там называют, вынос надо делать точный прибор. Тогда это будет нормально, точная работа. Значит, по монтажу системы полива. Здесь очень важна культура производства. То есть, да, у вас будут замечательнейшие там фитинги, у вас будут замечательнейшие оборудования, там, супермодные, надежные и так далее. Но если вы видите, что приходит товарищ, который не соображает, как это все правильно сделать, потому что, ну, понимаете, чем дальше в лес, тем больше там, толще партизанов, больше нюансов. То есть, здесь нужно следить за тем, что вам делали это правильно, по всем нормам. Есть там нюансы, чтобы ваша система работала долго и надежно. Ну, дальше у нас что идет? После того, как мы смонтировали это, мы, естественно, сделали пусконаладку и проверили, совпадают ли проектные данные с теми данными, которые мы получили в реале. То есть, это чтобы у нас на участках там расход был одинаковый, чтобы у нас равномерность полива была одинаковая. Ну, там еще есть куча специфических параметров. Так, и обязательный процесс – это обучение персоналу. То есть, ну, желательно выделить один, два, три, четыре человека, я не знаю, там, какая типочка кадров и так далее, которые обучить именно работе на том оборудовании, которое вы будете использовать. Тем самым вы уйдете от того, что не будет поломок оборудования из-за того, что неправильно что-то сделали. А нюансов там хватает. Три минуты. Понятно. Значит, тогда немножечко это все дело сокращу. И очень быстро и вкратце. Значит, про высокоэффективные насосы и частотный преобразователь фото я вам уже вкратце рассказал. Датчики влажности – вот они. По-моему, ну, да, это как в это тоже. Контроль PH и C температуры. Ну, температура – это больше, там, для закрытого грунта. Значит, кислотность, электропроводность. Мы целенаправленно должны работать с растением. Мы знаем, какую воду с какими параметрами мы должны давать. Значит, применение насосов-дозаторов – это для того, чтобы мы точно вносили удобрения. Потому что, ну, применение там других способов, допустим, инжекторов, они не позволяют делать это с такой высокой точностью. Так? Тут еще нюанс такой, что сейчас уже говорят о том, что, ребята, давайте лучше вносить удобрения сразу на участок. Потому что если система протяженная, бывает иногда так, что вначале мы подали один, удобрения с одними параметрами. А на выходе, из-за того, что в трубах есть какие-то отложения, это все дело реагирует, они получаются совсем другими. Значит, обязательно введение точек контроля при эксплуатации. Суть идет в чем? Да, на данной фотографии у нас есть ротаметр. Очень полезный прибор. Для чего я всегда, всегда на всех докладах говорю. Первое, он может сразу же вам выявить порыв в систему, просто сидя в пункте контроля, вот у вас там, где у нас установили еще чего-то, и он может еще что сделать. Если у вас есть система капельного полива, заранее предвидеть, что у вас начинает забиваться капельница. Значит, вот это грузик будет так, говорит, он когда начинает опускаться, когда расход маленький, вы это явно увидите. Визуально при работе системы капельного полива не увидите. И вводя промывки, промывая, допустим, с подкислением, вы можете спасти систему, она будет работать дольше. Ну и, соответственно, вам эксплуатация будет обходиться дешевле. Значит, внедрение автоматики, которая думает, это на основе датчиков влажности воздуха, влажности почвы, температуры и так далее. Минута. Так. И, опять же, внедрение системы, планового обслуживания системы полива. Ребята, не забывайте, это обязательный пункт. Это у вас должно быть прямо на графике. Вот у вас должен быть график, должен быть ответственный человек. Тогда ваша система будет работать долго и счастливо. Чего я желаю вашим системам, чтобы они были безотказны и приносили вам большой доклад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова